Сегодня я хочу рассказать о замечательном французском сериале «10%». У этого сериала 4 сезона, он, к сожалению, уже закончился. Он выходил с 2015 по 2020 год. И очень жалко, конечно, что его оказалось так мало, потому что вот это из тех сериалов, которые, ну, хотелось бы, чтобы они продолжались и продолжались. Тем более, что сама ситуация, основная, вот как бы, основная ситуация этого сериала, она подразумевает, вроде бы, бесконечное такое число ходов и вариаций. Это история актерского агентства и довольно-таки значимого актерского агентства, популярного и такого весомого, в числе его агентов сплошь французские суперзвезды. Ну, может быть, тот факт, что сериал все-таки закончился, он свидетельствует о том, что и во Франции суперзвезды тоже числом ограничены, что вроде всех уже перебрали и больше, как бы, рассказывать не о чем. Ну, это так, я, конечно, иронизирую. Наверняка было бы еще немало артистов, которые готовы были бы здесь поиграть. И как раз фишка, одна из фишек этого сериала в том, что в качестве вот клиентов этого актерского агентства выступают настоящие суперзвезды французского кино. Это и Жильет Биноша, и Жан Рено, и популярные в последние годы особенно Вирджини Эфера, и Натали Бай со своей дочерью, между прочим, и Моника Беллуччи, и Жан Ди Жорден, и так далее, и так далее. И даже появляется американская суперзвезда в одной из серий Сигурни Уивер. Интересно даже, как ее сюда занесло. Ну, в общем, сериал, судя по всему, пользовался благодаря Netflix популярностью и не только во Франции, но и даже в Америке, что американскую звезду они сюда затащили. И, судя по всему, эти звезды снимаются здесь, ну, с полным удовольствием, отдаваясь всем этим сюжетным, как бы, историям. И все это очень, как бы, мило и замечательно. Ну, в общем, чего жалеть, в общем, о том, что, как бы, этот сериал закончился. Давайте лучше, как бы, действительно радоваться тому, что он с нами есть. Он каждый сезон довольно-таки небольшой. Посмотреть его можно, можно сказать, одним залпом в этот сериал. Но я даже бы вам рекомендовал его, как бы, может, растянуть, чтобы сохранить вот это от него удовольствие, вот некое послевкусие. Сама по себе история актерского агентства, она, ну, довольно-таки проста. Умирает в первой же серии его основатель. Это актерское агентство существует уже какие-то десятилетия. Вот, как бы, пожилой основатель, к сожалению, скороподтижно скончался. И вот после его смерти начинается проблема-то. Во-первых, проблема, кто возглавит это актерское агентство. Потом проблема вообще его существования на рынке. Потому что, конечно, давят и конкуренты. Звезды иногда уходят от них к другим. Иногда приходят новые, конечно, звезды. Ну, и вот костяк, скелет, на который все остальные истории нанизываются, он, в общем-то, о том, что будет дальше. Там несколько есть таких маститых агентов. Но, как бы, помимо смерти основателя, конечно, еще одним толчком для сюжета, конечно, является и появление новенькой девушка Камиль. Ее играет совершенно очаровательная Фанни Сидни. Ну, надеюсь, она, как бы, продолжит карьеру или продолжает карьеру еще не раз нас удивит. И вот она, такая, как бы, милашка-очаровашка, оказывается в новой для себя среде. И нюанс в том, что она, как бы, дочь одного из вот этих маститых агентов. И поначалу они скрывают этот факт. Ну, тоже, в общем, потому что он, как бы, он уже женат на другой женщине. Я, например, с дочерью не то чтобы часто общался. И такой, вообще, довольно-таки мужчина-сухарь. Ну, то есть, вот такая лирическая линия еще, как бы, вот, на этом тоже, в этом сюжете присутствует. И вот, как бы, вот эта новенькая девушка, которая, сперва, как бы, помощница агента. Потом она потихонечку тоже, как бы, набирает силу и сама тоже становится агентом. А вот она, как бы, входит в новый для нее мир. Мир, который, при этом, переживает, вот, не самые лучшие времена, вот, это актерское агентство. Да. И вот, конечно, основную прелесть сериала, как я уже сказал, составляет то, что в каждой его серии появляется семи узнаваемая звезда. Ну, может быть, не в каждой серии, потому что все-таки мы, к сожалению, вот наш прокат устроен так, что мы не всех звезд французских, вот, знаем лицо. Вот, к сожалению. Конечно, есть мировые, вот, такие супер, как бы, знаменитости, ну, безусловные, вот, я некоторых уже перечислил. Но, тем не менее, иногда вот думаешь, блин, а вот это кто? Я, к сожалению, этого актера или актрисы не знаю. Вот, потому что, вот, не все фильмы до нас французские доходят. Ну, или, во всяком случае, не то, что они до нас доходят или не доходят. Просто не все успеваешь посмотреть, не всех артистов успеваешь запомнить. И вот, в каждую серию появляется вот некий клиент или клиентка вот этого агентства, и происходит некая комедия с ней. То есть, это, конечно, комедийный сериал, множество всяких самых разнообразных смешных ситуаций. И, в общем, приготовьтесь, что называется, очень много смеяться. Ну, вот, допустим, я сказал, что вот эта Камиля, она с отцом поначалу скрывает вот свои родственные отношения. И она даже не прямо то, что говорит, но, как бы, намекает своей, ну, коллеге о том, что ее отец это Кристоф Ламберт. И, конечно, я вот сказал Кристоф, ну, Кристофер на американский манер, конечно, да. Ну, по-моему, в французском языке это правильнее Кристоф. Ну, извиняюсь перед господином Ламбертом, в общем. И вот на этом тоже вот строится, конечно, немало, ну, не то, что немало, вот, как минимум, ключевая комедийная сцена, когда этот Ламберт приходит, собственно, в это агентство. И вот эта коллега, которая якобы знает их тайну, прям вот силится, как бы, вот, ну, что-то, как бы, вот, сказать. Но при этом это же тайна. Вот, ну, это, в общем, совершенно уморительная сценка. Или, допустим, серия с Изабелли Пэр. Там история в том, что Изабелли Пэр, как мы знаем, она очень много снимается, но, во всяком случае, в какие-то годы у нее был такой период, когда действительно она появлялась, как будто фильм за фильмом. И вот эта ее плодовитость, как бы, да, трудоспособность, она играет с ней дурную шутку, потому что она снимается сейчас в американском фильме, и там контракт подразумевает, что она снимается только в нем. И никаких других съемок, вот, в момент, значит, всего этого не должно быть. А она все-таки берет еще какой-то проект и умудряется, ну, старается умудряться играть и там, и там. И, конечно же, наступает момент, когда съемки назначаются на один и тот же день, на один и тот же вечер, и ей приходится как-то лавировать, и агенты ей в этом помогают, необычайно смешно. Но при этом, как бы, возникает проблема, что американцы узнают о том, что это Изабелли Пэр в тот же вечер снималась где-то еще, а это противоречит контракту, актерскому агентству грозит крупнейший штраф, очень крупный. И что они выдумывают? Они решают найти женщину, еще одну Изабелли Пэр, ну, не актрису, просто чтобы имя и фамилия полностью подходила. И они находят, значит, там, медсестру, которая, конечно, она сперва отказывается на отрез, зачем ей это? Ну, потом как-то втягивается, им помогает, и это, вообще, конечно, полный бред. Вообще, ну, это необычайно смешно, как она, в общем, нота играет вместо настоящей Изабелли Пэр, что-то там она изображает, а главное, потому как она входит в вражь и даже действительно убеждает американцев, которые, конечно, что-то заподозрили, что, в общем, она не подставная какая-то, она тоже актриса, просто менее знаменитая, чем ее всемирно известная тезка. Вот, или история про Шарлотту Гэнсбург, которая пообещала своему другу детство сняться в его фильме, а ее агентам, ну, так получилось, что, в общем, они не успели прочитать сценарий и дали согласие, ну, и от имени Шарлота Гэнсбург, что она играет в этом фильме, а когда сценарий был прочитан, оказалось, в общем, что это, ну, страшная мура и невозможная вещь, и при этом получается, что Шарлота уже другу согласилась играть в его фильме, а при этом, ну, как бы, ну, как в этом играть, да, тут и репутация на кону, и... Но, с другой стороны, дружба все-таки тоже дело великое. И тоже вот всякие ухищрения, которые они придумывают, лишь бы, как бы, от этого контракта избавиться. Или вот Натали Бай и ее дочь, оказывается, тоже известная французская актриса, ну, вот неизвестная, к сожалению, мне, да, я даже, как бы, так, сомневался, может быть, это, ну, как бы, придуманная история. И вот, в общем, они, ну, делают вид, что они, конечно, мечтают всю жизнь сыграть вместе в одном фильме, и вот вроде бы проект мечты образовался, и все время с их стороны какие-то находятся какие-то отговорки, а потом, ну, просто выясняется, ну, они признают друг другу, потому что они, это фильм, который должен сниматься в какой-то там локации ограниченной, ну, то есть они понимают, что какое-то время, там, несколько недель, они вынуждены будут пробыть вместе, наедине друг с другом, вот играя в этом фильме, и они понимают, что это испытание им не по силам, да, что они любят друг друга, но на расстоянии, то есть или встречаясь изредка, а если мать и дочь будут вот все время вместе, ну, в общем, ничем хорошим это дело не закончится, и, кстати, легко в это поверить. Уморительная совершенно серия с Жаном Дюжарденом, французским лауреатом Оскара, вот одним из немногих их таких знаменитостей, и он, значит, попадает в сети вот такой системы Станиславского, что он совершенно так вживается в роль какого-то такого, ну, скажем так, человека, ушедшего вот в природу, да, то есть он, да, возле своего дома, устраивает тоже шалаш такой, живет теперь в этом шалаше, вот погружаясь в это состояние и не желая из него выйти, это, конечно, тоже необыкновенно уморительно. Вот Моника Белуччи показана здесь совершенно такой неожиданной стороны, может быть, вот и вот задаешься вопросом, насколько она, вот это действительно Моника Белуччи или это все-таки игра, а она показана здесь как женщина, которая жаждет отношений, которая, она просто известна настолько, да, ну, супер действительно звезда, супер богиня, что все мужчины боятся, боятся ее, а она, ну, хочет, ну, простой любви, простых каких-то, ну, секса, а не с кем, потому что действительно все, она там предлагает даже своему агенту, ну, в общем, давай, а он понимает, блин, а как он сможет жить после этого, если он как бы переспит с самой Моникой Белуччи, да, то есть как, в общем, и он всячески старается избежать этого, а она, ну, вот показана именно как вот одинокий человек, да, который супер известный, супер популярный, и, а при этом одна, и, ну, действительно задумываешься о том, что, ну, ну, вот, может быть, действительно, вот, мы, вот, мы же не знаем, и вот как там у Пугачева есть песня на вот эту тему, да, что, ну, вот я же простая, так же, как все, я хожу по земле, и вот такие же, как бы, как все проблемы у меня могут возникать, и вот в данном случае, вот в случае с моей серией с Моникой Белучи, вот, и задумываешься, вот, ну, порой, как бы, вот думаем, что звезды, они вот, а они вот могут оказаться на той же самой вечеринке, на которой вы, как бы, тусуетесь, и вы даже поначалу эту Монику Белучи можете и не узнать. Или чисто вот такой кинематографический конфликт, вот, что Изабелли Джани, она, вот, хочет играть у одного, ну, очень модного, талантливого режиссера, а потом оказывается, что режиссер, как бы, ну, с одной стороны, он мечтал всегда с ней работать, а с другой стороны, он теперь хочет ей отомстить, потому что он с какой-то предыдущей своей работой, он ей посылал сценарий, получил отказ, или даже там, я не помню точно, или вовсе не получил ответа, а я просто оказалось, что это агент, ну, тогда на тот момент режиссер ничего из себя еще не представлял. Я как-то, она вот так, ну, отказала, или, в общем, не обратила внимания на приспанный сценарий. Сама Изабелли Джани об этом вообще ничего не знала. А и получилось, что вот из-за, ну, какой-то ошибки, или недостаточного такта агента, вот, режиссер, вот, как бы, разлюбил свою любимейшую актрису, и это могло привести в дальнейшем вот к какому-то такому конфликту, и уже приводит, и, ну, агенту надо набраться храбрости для того, чтобы признать, что это была его ошибка, что это его вина, что это он в свое время обидел режиссера от имени актрисы, ну, и вот тоже так бывает. Ну, то есть вот, конечно, этот сериал, он подразумевает и какие-то большое количество вот такого рода кухни, кухни вот все это дело, потому что мы же, ну, простые люди, зрители, мы даже не понимаем, в чем суть этих агентов, чем они занимаются. Вот сериал же и называется «10%» — это та сумма, которую традиционно агенты берут за свои услуги, да, за свои усилия. И, собственно, вот в этом сериале рассказывается, а в чем же конкретно эти услуги состоят, что они должны все время, все время быть на стороне своего артиста, все время должны им помогать, любую прихоть исполнять, ну, и, собственно, обеспечивать им комфортные, понятно, да, условия по договору, условия съемок, но при этом это порой как бы совершенно не ограничивается этим. И, допустим, там серия с Фабрисом Лукини замечательным, когда получается, что героиня, одной из вот ключевой героиней Андреа, агента, вот, кстати, ее играет Камила Коттен, я надеюсь, как всегда, что я правильно произнес, поставил ударение, ну, или Коттен, а у нее, кстати, наиболее удачная пока складывается, ну, фильмография даже вот как бы, она появляется в международных проектах, вот, играла, как бы, и у Ридли Скотта, вот, в «Доме Гуччи», и с Мэттом Дэймоном в «Тихом омуте». там, может быть, не прям большие роли, у Ридли Скотта там вообще крохотная, все-таки с Мэттом Дэймоном у нее там главная женская роль, а вот, ну, то есть какие-то вот у нее идут продвижения в этом, как бы, плане. Так вот, и вот ее героине, она прямо, ей необходимо с этим Фабрисом Лукини установить прям вот такой личный-личный контакт. То есть вот, и он этим, как бы, и проникается, но потом, в какой-то момент, когда он понимает, что этот контакт, он такой, как бы, ну, не в самом деле, скажем так, и когда это, ну, так получается, что это Андреа его подводит, хотя не желая этого там, то это, то есть вот, в общем, от любви до ненависти тоже, может быть, в данном случае один шаг, или в данном случае не столько до ненависти, сколько до разрыва отношений. Все это очень-очень зыбко, и, конечно, все эти артисты, они как творческие люди, они очень такие и неуравновешенные, и эмоционально нестабильные порой бывают, и такие-сягие. И вот задача, как бы, агентов, их агентов, все устаканивать, решать все проблемы, все уравновешивать, их успокаивать, давать нужные, там, таблетки, валидол кровоу, если необходимые, ну, или каким-то образом еще выводить, ну, как бы, своих подопечных, обратно на дорогу творчества, если они с нее в какой-то момент сбились. И все это, вот, все это очень и очень, как бы, ярко, любопытно, и, конечно, замечательно то, что они порой даже позволяют, ну, не порой, а все время они, конечно, шутят, и над самими собой, все эти звезды, да, потому что некоторые звезды оказываются вот в таких ситуациях, ну, которые, ну, прямо такие, ну, можно порой даже назвать и неприличными, и темнее, вот, они очень легко, как бы, во все это, как бы, отдаются, ввергаются, и, пожалуйста, делайте со мной, что хотите, я с вами, я готов в эту игру, или готов в эту игру поиграть. И при этом, конечно, шутки на, бывают, про вообще на тему французского кино, допустим, замечательный совершенно анекдот о том, что у Франсуа Азона на самом деле есть брат-близнец, и именно поэтому у них, так, у него, вот, у этого Франсуа Азона так много проектов, потому что пока один фильм снимает один брат, другой фильм снимает уже другой брат, вот, и в это, на самом деле, очень легко поверить, как поначалу, и верить тот, которому эту шутку рассказывают, вот, ну, действительно, что мы знаем, как Франсуа Азона, как очень плодовитого французского режиссера, который выпускает фильмы каждый год, вот, далеко не все способны на такое, ну, и вот, действительно, вот, шутка о том, что, на самом деле, у него брат-близнец. Вот, и, вот я уже сказал, что эта комедия, этот сериал пользовался успехом не только во Франции, но и за ее рубежами, свидетельством тому, премия Эмми, которая досталась ему в 21-м году, как лучшей интернациональной, то есть, международной комедии, то есть, вот, подтвержденный, вот, международный успех, и вот, это, мне кажется, говорит о том, что вы получите удовольствие от этого сериала, даже если вы, вот, не являетесь, прямо, поклонником французского кинематографа, даже, может быть, если не всех звезд вы знаете, ну, кого-то, знаете, вот, кто именно уже снимается или давно снимается и в американских фильмах, тогда, наверное, вы уж точно их узнаете, а вот, именно, вот, даже если кого-то не узнаете, все равно, вот, все эти ситуации, по-моему, они порой работают даже вне зависимости от того, знаешь ты эту звезду, не знаешь, все равно, как-то ты увлекаешься вот этой энергией, энергия, кстати, вот, и даже артистов, которые, собственно, играют этих агентов, они все замечательные, просто их не перечисляю всех, потому что, ну, они, к сожалению, они вот, менее известны за пределами, собственно, этого сериала, сейчас вот они, как бы, звезды именно этих десяти процентов, но вот, разве что, вот эта Камила Коттена или Коттена, вот, у нее какие-то еще фильмы есть, которые, которые мы можем назвать, вот, я могу назвать, вот сказать, что вот, она играла еще там-то, про других артистов, я, к сожалению, вот, особо сказать ничего и не могу, но это вообще не отменяет того факта, что они все замечательные, очень яркие, ты к ним привыкаешь, ты их, естественно, любишь, и, конечно, следишь за всеми этими их отношениями, там полно, конечно, интриг и перипетий каких-то сюжетных вот внутри этого актерского агентства, то его продают, то не продают, то оно разваливается, то он опять собирается вновь, и вот, как бы, и вот все эти, эти короткие четыре сезона, ты вот, оказываешься внутри мира кино, ну, конкретно французского кино, ну, возьмем шире, очень легко представить этот сериал и на какой-то иной, как бы, и на этим, ну, единственное, я вот боюсь, что у нас бы он, наверное, менее получился, потому что у нас все время любят немножко, когда, фантазировать, и вот мне кажется, совершенно не факт, вот сейчас появился сериал актрис, я вот еще его не видел, но тем не менее, я понимаю, что там, это тоже такая все-таки фантазия, потому что там, ну, актеры играют некий прототип, да, некий, как бы, не конкретно себя, допустим, а некий тоже вот такой собирательный образ, ну, вот это наша черта, что вот у нас, как шутить именно над собой лично, далеко не все хотят и умеют, но вполне могу представить, допустим, американский вариант этого сериала, почему бы и нет, там, с Брэдом Питтом каким-нибудь, или с Марго Робби, допустим, да, что, мне кажется, ну, у них есть и другие варианты пошутить над собой, скажем так, в их телевизионных шоу иного направления, вот, но, заканчивая вот этот свой пространный мануалок, безусловно, рекомендую, 10% французский комедийный сериал, сочетающий и комедию, и лиризм, и иногда мелодраму, иногда даже что-то напряженное там есть, даже, как бы, сродни детективу, но, в целом, этот сериал оставил у меня необычайно приятное впечатление.